Рак Зашел к вам покурить Как дела? Привет, привет Привет всем Привет всем Че там, как там? Че происходит? Спасибо Как жизнь? Передавай привет 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 Салют, Смоки Тут кенты говорят, что у тебя не очень веселая музыка Че им сказать? Скажи им, чтобы Иванушек слушали Первый альбом Охуенный у них, веселый Смоки Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Хуйню не надо мне писать Только в комментах Я как человек Достаточно чесовешный Могу и обидеться Команду еще пока не отобрал Так Да, я жил на Марата На улице Марата На улице Марата Я счастлив был когда-то Так Казахстан, привет Казахстан с нами сегодня Возьми меня в команду Окси, лох, смоки, бог Пишут мне в комментах Ну не надо так, ребята Это жестко Не надо Не надо оскорблять никого Я вообще зашел Типа Сказать вам, что не надо никого оскорблять Ребята Давайте жить дружно Давайте жить дружно Многие очень злые люди Не понимают Моей гениальности Оскорбляют в комментах Но это их право Их дело Они просто Так к себе Относятся То, что они пишут Хуйню Это они К себе так относятся Вот те, кто респектуют Они к себе нормально относятся А те, кто хейтят Они себя на самом деле ненавидят А я добряк Да Че, я свыше Ну, блядь Вот такой вот я Нормально Просто, блин Ну По поводу конфликта Пять плюх Первый раз слышу про этот конфликт Вы все за конфликтами Следите Ебаный в рот Что хорошего произошло Лучше расскажите Кто там Кому респект кинул Кто с кем там В нормальных Лучше расскажите Че постоянно в комментах Срач Кто посрался Кто плохой Кто такой Сякой Концерты начинаются в марте Следите за В группу Добавляйтесь в группу Там будет Афиша концертов Да, с рэпа я не ухожу Я уже ушел Из рэпа Но я Там сказал Я ухожу из рэпа В вашем понимании В понимании Многих Потому что Меня так заебали Эти, блядь Понятия о рэпе Вот эти вот Олдскульные Что я Ну Не хочу к этому Иметь никакого Отношения Я теперь просто Занимаюсь музыкой Делаю музыку Там Че угодно Техно Блюз Че угодно Но только не рэп Вот в этом Понятии Дебильном Которое Так, щас кому-нибудь наберу Да я вообще не рэпер Ты не рэпер Мне пил Я вообще В принципе рэпером Я в детстве был рэпером Ну какой я рэпер Ребята Если я кепку одел Это не значит Что я рэпер У тебя что-то Под носом Да иди ты нахуй Ёпта Хули ты зашел Сюда и смотришь Че у меня Блядь Под носом Если тебе не нравится Иди нахуй Я заебался Банить просто Понимаешь Я заебался Банить Просто Я уже Просто сказал Админу нашему Не баню Уже даже никого Пусть пишут Че хотят Пусть пишут Че хотят Уже просто Заебался Банить людей Пишут Просто грязь Разное Оскорбление Много респектов Конечно 70-80% Нормальных людей Вот что меня радует Что очень много Нормальных Адекватных людей Но 20% Это просто Долбоебы Какие-то Дядя Ты отец музыки Ты хороший Технарь Подольск Привет Так Да к че Кому набрать Зачем оскорблять Не надо оскорблений Давайте уважать Друг друга И мир изменится И жизнь изменится Я говорю Своё мнение Как есть Ну Когда у меня Были спокойные Ровные интервью Все молчали Стоило мне В интервью Блядь Что-то такое Сказать Всё Блядь Разнесли Там По пабликам Там По блядь Твиттерам Он ЧСВшный Он Такой Секой Ребята Ну Блядь Если у вас Нет Самомнения Там Какого-то Каких-то Амбиций Там Если вы Ну Если вы Не хотите Из себя Ничего Представлять Там О себе Там Ничего Не знаете То не надо Как бы На других Это проецировать Окей Да Каким корешам Я только набираю Я набираю Всем Набери С тобой ЕКБ Вот Набираю ЕКБ Выйти В прямой Эфир Лухани С Лухани Вот Я набираю В эфир Людям Ну Вот Скажите Мне В эфире Почему Я Такой Плохой Как вы Пишите Там В группе Особенно Привет Привет Особенно В группе Газа Я заметил Просто Столько Каких-то Непоятных Людей Что Ну Зашел Там Что-то Почитать Вообще Охуел Так Привет А мы С тобой Как-то Созванивали Да Витя Да Я понял Понял Вот Второй Раз Ты Мне В день Рождения Звонил В один Раз Понял Понял Слушай Ты Подвисаешь Честно Тебе Скажу Подвисаешь Подвисаешь К сожалению Екатеринбург Привет Подвисаешь Ты у меня Тоже Подвисаешь Капец Подвисаешь Так Привет Беларуси Привет Беларусь Я считаю Что все Так себя ведут Потому что Повелись На трек Шока Где он Говорит Слушайте Ну Блять Я не буду Эту тему Даже Обсуждать С этими Строчками Мы уже Все выяснили Лично Встретились С шоком Мы все Выяснили Это вы до сих пор Живете Блять В каких-то Своих Этих Там Вознеслись Я каких-то Кумиров Которых Потом же Вы будете Хуями Покрывать Это все Уже Неинтересно Потом Удивляетесь Почему Люди Из рэпа Уходят Что Я там Такого Сказал В интервью Прям Страшного Я вообще Не знаю Ну где-то Да Там Прикололся Блять Ну все Так близко К сердцу Восприняли Ну Не знаю Купить вам Может быть Этот Что там От сердца Пьет На какой Первый клип Скорее всего Ну не Скорее всего А Будет Первый клип Макиавелли Мы сняли Макиавелли Потом Анонс Значит Делаю Значит Примерно Седьмого Либо Восьмого Марта Выходит Новый Сингл Про Разбитую Любовь Вот То есть Трек Будет Да Трек Тяжелый Про Чувства Про Разбитые Чувства Про Разбитую Любовь Кому Не нравится Опять же Сразу До свидания Если Про Любовь Про Разбитую Не хотите Слушать Значит У вас Нет Сердца Может быть Вот Сява Пишет Всем привет Брат Дайте Наберу Сейчас Я короче Звоню Сяве Будем Обсуждать Мое ЧСВ Я кстати Думаю Собрать Новый Лейбл Новую Тусу ЧСВ Гэнг ЧСВ Склад Вот Еще Один Красавчик Всех Порежем Блять А Стасия Пишет У нас Есть Сердце Всех Порежем Блять Всява Скажи Пожалуйста Заступись За меня Ну Ебаный В рот Ну Столько Хейтеров Ну Пожалуйста Скажи Порежем Их На куски Старик Не переживай А вот Уже Один Хейтер Попался По-моему Да Это Хейтер Старик Он Не верил Мне Что я Лучший Я Только Пригнал Короче С Питера Вот А Тебе Еще раз Респект Блять За интервью Блять Это Ебейшее Интервью Которое Я смотрел За последнее время Через Свои Гэнг Мига Е Я только Сегодня Короче Понял Что Топят Короче В интернете За Эту Какую Ты Мне Что-то Писал Вчера За Эту Движуху Я Вообще Не Понял Чего К чему Ты Это Мне Пишешь И Только Сегодня Ты Понимаешь У меня Даже Мысли Такой Не Было Что Там Что-то Короче Было Там Что-то Где-то Ты Себя Восхвалял Я Я Так Понял Что Там В моментах Это Ты Прикалывался В каких-то Моментах Ну И Как бы Рассказывал Просто Историю Как Она Была По сути Потому Что Я Тебя Знаю Поэтому Мне И Не Вызвало Это Никакого Оторжения Знаешь В чем Прикол Просто Те Люди Которые Рэп Слушают Ну Может Пол Года Может Год Они Ваху Они Просто Ну Не Знаю Нихуя Какой-то Чел Там Где-то Участвовал Там В каком-то Клипе Там Что Он Несет Нахуй Ну Типа Пиздец Ну Я Другую Жизнь Прожил И Я О Себе Знаю Вообще Другое Типа Ну Вот Я Тебе И Говорю Что У меня Вот Я Вчера Смотрел Интервью У У Меня Даже Мысли Такой Не Проскользнуло Что Там Что Где-то Какая-то Движуха Есть И Сегодня Смотрю Просто Там Все Оксимирон Что-то Прокомментировал Я Говорю Вы Что Ребята Вы Что Дальше Я Действительно Нет Если Я Действительно Считаю Что У Меня Вышел Лучший Альбом В Русском Рэпе Да И В Принципе В Русской Музыке День Первый То Ну Блядь Ну Я Не Знаю Ну Это Мое Мнение Ну Это Мое Мнение Естественно Почему Я Не Могу Выражать Мнение Почему Мне Надо Быть Блядь Сидеть И Говорить Ну Да Я Выпустил Там Что Там Какой-то Альбом Там Ну Да Послушайте Ребята Я Выражаю Мнение Я Я Считаю Что А Следующий Альбом Я Сделаю Еще Круче Самое Что Я Могу Посоветовать Вообще Никому Ничего Не Доказывай Не Оправдывайся Все Охуенно Все Кому Нужно Все Тебя Поняли Блядь И Все Пиздано Долбоебы Тебе Не Нужны Точно Нет Ну Понимаешь Дети Которым Там Блядь По 16 Лет Я Хочу Им Что Донести Потому Что Ну Если Их Не Воспитывают Правильно Если Они Оскорбляют Там Если Они Блядь У Их Пальчики Привыкли Блядь Хуярить По Дизлайкам То Их Надо Как-то Тоже Им Объяснять Понимаешь Потому Что Многие Люди Там Пишут Потом Что Чувак Я Был Не Прав Извини Я Вообще Ну Не Знал Ну Возможно 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 Ну То 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 Все Тоже Не 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 Перевоспитать Ну Мы Для Чего В Музыке Чтобы Воспитывать Вот Смотри Какое Похожение Мы Блядь Взрастили Сейчас Ну С другой Сторон Ну Охуево Тогда Воспитывали Тех Как бы Тех Кого Это Как-то Задело И Как-то Затронуло Им Будет Интересно Блядь Что Он Там Написал Он Пойдет Послушать Музыку Эту И поймет Для себя Сам Как-бы Это Его Движуха Или Не Его Движуха Потому Что Никого Заставить Ты Все Рано Не Сможешь Понимаешь Что Заставить Ну Не Знаю Полюбить Свою Музыку Или Отнести Правильно К Своим Мыслям То Что Ты Излагаешь Ты Никого Ничего Заставить Не Сможешь Братан Главное Что Я Люблю Свою Музыку Я Оцениваю Как Слушатель Я Выхожу Из Плоскости Артиста И Оцениваю Свой Продукт Как Слушатель Я Оцениваю Его Очень Высоко Есть Люди Которые Так Все Сява Завис Бля А Вот А Вот А Вот Ну Развись Не Такой Разговор Хороший Был Ладно Сява Ты Завис К Сожалению Вот Люди Пишут Я Рос На Твоей Музыке Вчера Был Гениальный Коммент Я Расту На Твоей Музыке То Что Ты Рос На Моей Музыке Ты Знаешь Это Иногда Знаешь Я Встречаю Людей Которым Уже За 40 За 40 На Они Говорят Я Рос На Твоей Музыке Я Думаю Ебаный Ты Типа Старше Меня Лет На Десять Как Ты Мог Расти На Моей Музыке Так В Комментах Было Очень Много Чего Я Все Пропустил Пока Разговаривал Сявы Ты Скал Ключевая Вот Доебались До Меня Из-за Фразы Что Я Сказал Что Я Ключевая Ключевая Фигура В Мировом Рэпе Блять Вы Не Различаете Иногда Типа Иронию Какую То Может Быть Я Блять Чего То Не Понимаю Но Все Время Серьезно Надо Разговаривать Да Я Ну Я Считаю Что Я Не Знаю Все Мы Оставляем Свой След В Истории Все Каждый Из Нас Человек Который Рождается На Земле Оставляет Свой След В Истории Я Ну Как Бы Я Не Знаю Как Это Сейчас Разжевывать Оправдываться Я Не Буду Короче Думайте Что Хотите Те Кому Там Не Нравится Что Ну Блять Я 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 Закрыли Короче Тему Сявый Был Рад Пообщаться А Адекватный Адекватнейший Адекватнейший Пацан Я Когда Не знал Сяву Думал Он Какой Гопник Тупой А Он Когда Я С ним Познакомился Я Понял Что За Что За Образом Сяву Скрывается Очень Интеллигентный Образованный Парень Вот Мои дела Нормально Я Опять же Вышел Чтобы Призвать Всех К Взаимным Уважению К Взаимной Любви И Взаимопониманию Скажем Стоп Хейтингу Стоп Хейтинг Ну Вот Кстати Самый Популярный Вопрос У меня Еще В Трансляциях Типа Ты На Куриной Да Нет Ребят Я Не Курю Траву Не Курю Не Курю Ну Стаси Сегодня Прям Активно Активничает В Комментах Молодец Да Кстати Фиеста Первая Версия Была Совместно С Илой Сколько Я В твоем Вью Все Обо Мне Ну А Что Поделать У Меня Же Человек Спрашивал Вопрос Я Ему Отвечал Спрашивал Про Меня Я Отвечал Про Себя Сегодня Без Гриши Груши К сожалению Кстати Кто Увидит Гришу Грушу Передайте Ему Что Я Его Жду В Эфире Всегда Рад Грише Груши Я В Бангкоке Говорит Человек Запишись Я Виски Не Пью Ребят Я Не Люблю Виски Я Коньяк Люблю Новый Каратэ В чем Смысл Писать Каратэ 2 Или Новый Каратэ В старом Стиле Его Писать Не вижу Смысла Все равно Ну Со скрипом Общаешься Нет Мы не Общаемся Вообще Даже Смс Друг 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 Не Пишем Ну Так Вот Старый На Старый Каратэ Переплевывать Я Не Собираюсь Мне Мне Такой Задачи Новый Каратэ Писать Все Накинутся Скажут Блядь Это Тот Стиль Это Не То Мне Зачем Мне Это Делать Чтобы Удовлетворить Кого То Я Не Буду Это Делать Поэтому Нет Смысла Писать Новый Каратэ Это Как У Этого У Тарантино Спросили Почему Вы Не Сняли Вот Фильм Лучше Чем Криминальное Чтиво А Он Ответил А Кто Снял Лучше Поэтому Если Мне Кто Задал Вопрос Почему Ты Не Написал Альбом Лучше Чем Каратэ В Чьем То Понимание Я Спрошу Кто Записал С Кем Поддерживаешь Общение Из Газа Когда Как Когда Как Да Это Про ответ Тарантино Это Известная Тема Что После Криминального Чтиво Все Фильмы Тарантино Начали Сравнивать С Криминальным Чтивом И Постоянно Задавать Ему Вопрос А когда Вы Снимите Продолжение Криминального Чтива Когда Будет Фильм Лучше Чем Криминальное Чтиво Хотя Я фанат Тарантино Лично Я И Вам Могу Скать Что Его Фильмы После Криминального Чтива Они Гениальны Ничем Не Уступают Там Тот Ж Джанго Тот Ж Там Я Не Знаю Там Новый Фильм С Ди Каприо Это Гениальные Вещи Но Все Равно Все Вспоминают Криминальное Чтиво Это Как Болезнь Какая Психическая Все Сравнивать С Прошлом Вот Я Иногда Когда Убить Билла Ну Это Прикольный Фильм Но Я Не Могу Скать Что Он Лучше Чем Криминальное Чтиво Нет Нет Я Вот У меня Два Любимых Фильма У Тарантино Это Джанго И Этот И Криминальное Чтиво Йошкарал Привет ЧСВ Гэнг Здесь ЧСВ Гэнг ЧСВ Скват У тебя Древняя Душа Блять Как тебе Ответить На этот Вопрос Я даже Ну Не знаю Ну Судя По Разрезу Моих Ушей Да Древняя 812 Это Код Питера Телефонный Код Питера 812 12 12 13 13 13 aaa 15 16 16 чё я спиздил у кого фишку блять долбоеба нахуй из моего блять эфира идите блять хуйню пишите мне разную фишки я у кого-то спиздил я не то что делаю делаю оригинально ни на кого не оглядываясь тем более я не заглядываю в русский рэп чтобы блять заиметь какую-то фишку ну правда это пиздец я читаю это уже ну только ну хуйню это только не в моем эфире что с кого-то фишку блять спиздил пиздец фишку я спиздил блять да я не менял никакой сложно ли говорит было менять стиль для альбома день третий я не менял никакой стиль ребята бля как вы не понимаете вы не знакомы с моим творчеством вы пишете какие-то какую-то дичь нахуй у вас в голове просто ну типа вообще разброс какой-то я не менял никакой стиль я как был такой я и остался я не сердитый просто ну дичь какую-то пишут я не реагирую я не менял у меня стиль как был такой остался кирюха привет да у меня не бомбит я пытаюсь объяснить пишут у тебя бомбит у меня не бомбит стиль я не менял вы послушайте этот выход из темноты мой альбом а потом послушайте через два года я записал время тигра и вы поймете что ну давай выхи по кальянчику давай брат давай встретимся уже наконец-то кальян покурим туда-сюда попиздим если снова на гастролях не будешь вот то есть мне из стиля в стиль переходить не то что сложно ну для меня это нормально я настолько глубоко и хорошо знаю рэп хип-хоп вообще все это движуху что ну для меня не стоит вопрос там стиль менять пытаться там не вообще как нормально вся воспаивает да какие отношения с так так и нормальный видел его несколько месяцев назад случайно встретил с группой центр у меня нормальное отношение есть и всегда были и респект этим парням за их огромный вклад в хип-хоп индустрию нашей страны благодаря таким как группа центр хип-хоп стал настолько популярным в россии поэтому большой им респект вот васю недавно видел общались да нормально чё к коксе я отношусь на самом деле нормально пишут какую-то хуйню у меня тоже в комментах у меня нет к нему негатива в принципе нет я не буду выдумывать какие-то там конфликты там не конфликты но если мы встречаемся на каком-то там версусе где мы противостоим конечно же я сделаю все чтобы победить но в этом не будет никакого негативного там подтекса что я буду стоять там скалить зубы я тебя ненавижу я должен победить не не с этой точки зрения про хоккей молодцы хоккей это круто ну я не фанат хоккея но в любом случае респект парням просто мой респект победа это всегда круто вот все хотят конфликтов все хотят говна ну бля вы просто вот ну вот люди хотят хлеба и зрелища это бля этот закон уже действует на этот принцип действует уже бля просто веками ребятам давайте научимся чему-нибудь другому позитивному отношению к другим людям вот вы зашли там блять наставили мне дизлайков под интервью вы думаете что ну типа ну пиздец у меня от этого жизнь там типа в худшую сторону измеря да мне похуй просто самое главное в интервью вы пропустили вот те вот кто заходит вот этот ааа о там этот в твиттере окси написал что у него чсв давайте хуярить лайк дизлайки вы бы уже зашли послушали какие-то вещи между строку ловили какие-то вещи вынесли бы из моего интервью там чего-то нет надо доебаться до фразы до пары фраз и все и начать вот это вот блять вообще нахуй эти интервью я понял вот гениальные люди кто не дают интервью это гениально просто просто вот музыку выпускаешь и все без интервью без вот хотя без эфиров сложно общение нужно с людьми поэтому эфиры это в любом случае хорошо вот эти интервью блять поставлены скажи а как ты относишься вот к тому то как то у меня в каждом интервью теперь одно и то же спрашивают одно и то же в каждом интервью versus там мельком новый альбом мирон ну и вот 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 все вот одно и то же одно и то же подзаебался от таких интервью лучше в натуре никому интервью не давать чем одно и то же обусоливать правда что ты не хочешь дальше читать рэп я такого не говорил я сказал что я ухожу из рэпа в понятии многих вот тот рэп который надо что-то там кому-то доказывать переплевывать там делать второй карате такое точно нет все просто считаете что я делаю музыку рэп там миры все я теперь свободен от вот этих вот понятия рэп шмэп просто вот сейчас вот и я ехал в машине слушал новый трек федука красавчик делает музыку пацан прикольно выражает себя хорошая песня респект просто респект так саня ты ебашишь хип-хоп более двадцати лет не служу за ты пытаешься им доказать я не пытаюсь никому ничего доказать я если есть люди которые еще молодые которые не сформировались я пытаюсь донести что-то чтобы возможно их мнение поменялось пытаюсь донести чтобы они к себе начали относиться более как бы лучше ведь это вот это вот хейт это их отражение отношения к самим себе и все то есть если люди бы к себе хорошо относились они бы никогда бы не стали бы там хуями поливать там какого-то человека тем более взрослого человека вопросы никитина ну нормально задавал в принципе вопросы но тоже это как бы ну было предсказуемо что он будет задавать какие он вопросы будет задавать твой музыка приносит хорошие деньги что в твоем понятию какой-то хорошие деньги, я не понимаю просто что в твоем понимании есть флакс интервью, посмотри там все интервью, это мой флакс что за часы, жуткое тихание, это не часы это BPM техно BPM бум, бум бум, бум бум дигу давно видел, с дигой сегодня списывался отправил ему биты, он один бит выбрал, скорее всего для нового альбома если б не музыка, что б ты делал не знаю кололся бы там, не знаю шучу ну не знаю прожигал бы жизнь как-нибудь по-тупому как ты можешь характеризовать свой альбом в двух словах то что я проживал, о том и писал то что я чувствовал то и писал передаю привет вашей дочке Людмиле да, у меня есть образование высшее у меня образование с кем планируешь совместку? с Оксимироном ребята планирую совместку он все не хочет отказывается я все давлю на него как-нибудь я думаю так смоки передай мне привет Оксана Оксана привет стол хип-хопа идея отличная чуть позже сейчас просто не до этого было я не злой почему пишут что ты такой злой ну где ж ты увидел что я злой или мне надо вот так вот разговаривать чтобы вы не писали что я злой так тут смоки благодарю за отличное интервью которое я услышал много нового я выражаю тебе свою искренне благодарность уважение спасибо какие треки нравятся исполнять на концертах ой много треков мы исполняем на концертах начиная от карате заканчивая самыми свежими вещами Лиза Тарасова привет Сане привет от Женьки Волковой тебе огромный привет привет из Германии привет Германия уставший да я не уставший на последнем интервью у меня была кенгуруха кожаная клаудберст клаудберст ну загуглите это очень крутой бренд и им от меня респект вообще за такую одежду которую они делают это произведение искусства Тольятти привет под глазками под глазками панда как относишься к анап культуре ребят никак не отношусь вообще пофигу в нашей стране в нашей стране ее точно нет и появится наверно не скоро арсен что ты пишешь не видел что за снеп на тебе вуд-вуд рисуешь нет давно не рисовал вообще рисую да я мясо как не употребляю я ем мясо ну очень редко колпаку привет братья бурят за тебя а тут вообще центр буддизма лови благополучие спасибо спасибо братья кто из зарубежных исполнителей да много кто на васи привет блин ну не брился что-то это а им ссори джаман ти мне нравится как делает хорошие треки у пацанов вообще начал чекать то что в казахстане парни делают блин оказалось круто мне напомнило нашу движуху когда я еще жил в питере вот у меня в контакте на странице я добавил трек офигенный чак эшкери 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 Я буду выносить поправки, ждите, совсем скоро будет первый влог. Ладно, перед тем, как вас покинуть, сделаю небольшие анонсы. Значит, 7-8 марта новый сингл. И в ближайшее время первый влог. Так, ждите и будет весело. Будьте позитивными, ребята. Всех люблю, всех обнял. И увидимся, до скорых встреч. Пока.